Вечерний Минск в городе мы эту традицию поддержали и развили, наверное даже так очень мощно развили Буквально послезавтра открывается сезон вечеров у ратуши Точное название летний музыкально-туристический сезон открывается Здорово, да? Здравствуйте Летний музыкально-туристический сезон и мероприятия у нас начинаются в 12 часов с исторических реконструкций традиционно далее обычно национальной культуры Вот, кстати, мы сейчас слышим французскую музыку. Французы в этом году будут принимать участие? Французы будут принимать участие в первый раз, кстати, 14 июля. Мы сейчас с вами в танец. Пойдем. Откройте нам еще секреты. Какие еще страны впервые примут участие в Днях национальных культур? Эстония и Китай. В этом году мы расширяем свою еще сферу, переходим на комсомольскую революционную. Вот об этом проекте. Кстати, новый проект для уличных театральных коллективов, для мимов, для уличных скульптур живых. Это будет новая площадка, новое интересное место для венчая. Если я умею петь, могу ли я вот так взять, прийти и в верхнем городе выступить? Да, кстати, 18 мая, конечно, конечно. Не надо никаких требований. 18 мая у нас будет проходить фестиваль «Место под солнцем», в котором мы будем прослушивать новых музыкантов и открывать им, так сказать, дорогу для выступлений. Поэтому проходите. Я не смогу, у меня день рождения. Наверное, не в голосе будут. Мне кажется, Андрей Числавович, вы что-то скрываете? Потому что, на самом деле, все минчане и гости города привыкли к тому, что здесь звучат только музыка в исполнении мировых звезд. Классика у ратуши – это все самые лучшие творческие силы нашей страны. Персонали приезжают. Вот у нас в этом году подтвердил Тимур Сергея, выдающийся музыкант из Бельгии. Будет играть Шопена, Мандельсона, Листа. Это сольное исполнение. Просто уникальный музыкант. Приглашаем. Ну, джазовые вечера традиционно. С них как бы начинались вечерние наши концерты. Они набирают обороты. В этом году они немножко поменяют формат. Но вот придете, увидите. Кстати, в этом году мы здесь будем опробировать приложение для мобильного телефона. Это наши белорусские разработчики объединяют в этом приложении именно всех музыкантов, уличных музыкантов, в том числе. Даже можно будет по телефону как бы отблагодарить или там музыканта за его выставление. Так что, мы наше место уступаем минчанам и гостям города. Да. Вот здесь, на Площади Свободы. Да. 4 мая в 20.30 на молодежном опенэйре с участием американского рэпера, с участием группы Дрозды. Всех приглашаем. Лето пришло в Минск. Лето пришло в Минск.